Здравствуйте, уважаемые коллеги! Давайте будем начинать наш последний, насколько я понимаю, в серии цикла вебинаров, которые организовал фонд «Гарант». Я действительно еще раз напоминаю, что циклы вебинаров организуются при поддержке Министерства экономического развития в рамках субсидий, который получил «Гарант». И наш вебинар последний. Меня зовут Марицкая Елена Павловна, я руководитель Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». Мы сами давно, 1996 года являемся гран-подателем, и сами участвовали в конкурсах, поэтому накопили достаточный опыт. Наверное, поэтому организаторы решили, что нам вот такой обобщающий, так сказать, может быть, подведение итогов в этом цикле должно статься за нами. Хотя, конечно, сам «Гарант» имеет огромный колоссальный опыт администрирования конкурсов и участия в конкурсах других доноров. На что я хотела бы еще обратить ваше внимание, это то, что запись будет доступна на сайте, и даже если у вас возникнут вопросы не только в рамках вебинара, которые вы можете задать лично мне, вы можете их переслать Лучева Екатерине, а она уже может переадресовать или с их экспертом, или в том числе может быть и мне. Значит, итак, отчетность перед донором. На чем я считаю очень важно остановиться, это на том, что вы, как организаторы, например, конкурса, поскольку мы все-таки говорим о грандмейкинге, если вы представляете такие организации, которые сами являются организатором конкурса, то вы должны думать, то вы выступаете как бы в двух ипостасях. Это именно то, что вы сами должны будете отчитаться перед тем донором, который дал вам возможность организовать конкурс грантов. То есть это может быть характерно как получение, может быть, функции администрирования от органов государственной власти. Это может быть, как вот наша организация, как Гарант, работает с фондом Тимченко, когда мы фактически администрировали в регионе их конкурс. Это могут даже быть частные, если вы представляете частный фонд, это вам донор или учредитель дал эти средства. И вы должны отчитаться за фактически проведение этого конкурса перед этим донором. И здесь я предлагаю считать эту отчетность, как тоже некоторый ваш программный проект, который подлежит точно такой же отчетности, как и те грантополучатели, которые будут отчитываться перед вами. Вторая ваша ипостась, опять же, или второй вид деятельности, когда вы организуете этот конкурс, вы собираете отчетность от своих грантополучателей и должны, соответственно, правильным образом организовать, так сказать, и сбор этой отчетности, формат этой отчетности, чтобы это было достаточно удобно как для ваших грантополучателей, так и для вас, для того, чтобы обобщать эти результаты. Поэтому, когда мы будем говорить в дальнейшем про вот эти все аспекты, фактически по отчетности, я иногда буду останавливаться, может быть, в чем есть специфика, когда вы занимаетесь какой деятельностью. Ну, в зависимости от того, что было названо перед этим. Итак, что главное еще? Это мне очень хотелось бы, и я очень надеюсь, что многие из вас, кто сегодня участвует в этом вебинаре, уже просмотрели те вебинары, которые проходили, или участвовали в них, или смогли посмотреть потом запись, потому что многое, о чем мы сегодня будем говорить, оно опирается фактически на ту информацию, которую вы уже получили. Особенно это касается вебинаров, которые были связаны с подготовкой финансовой отчетности и с семинаром, который проводила Наталья Тюшкевич, который связан с оценкой, мониторингом и сбором информации. Итак, как уже вам, наверное, упоминала Наталья Альбертовна, когда рассказывала про подготовку отчетности, особенно финансовой, на что точно нужно обращать внимание? Это на то, что должно быть четкое соответствие программного финансового отчета. И так же, как для финансового отчета абсолютно требуется, чтобы все финансовые траты были подтверждены, так же должна быть документальность подтверждения заявленных показателей, тех показателей, которые вы собираете или со своих грантополучателей, или тех показателей, за которые вы отчитываетесь перед своим донором. Очень именно важно, чтобы вы довольно правильно разработали тип программной отчетности, когда вы выступаете как грантодатель, и чтобы это было удобно и соответственно той финансовой отчетности, которая разрабатывается. Поэтому в форматах и в договоре вы должны достаточно дать четкую инструкцию своим грантополучателям, что каким образом они будут подтверждать те показатели и свою программную отчетность, которые они должны будут вам предоставлять. То же самое, если вы, соответственно, выступаете просто как тоже получатель средств и отчитываете перед своим донором, вы должны сразу договориться, как вы будете подтверждать эту информацию, те заявленные программные показатели и в каком виде это должно предоставляться. Какая есть специфика сейчас с тем, если вы получаете государственное финансирование? Это именно то, что у нас сейчас почему-то прерогатива за выполнением финансовой отчетности. И вы все даже знаете, многие, особенно если кто-то из вас участвовал в президентских грантах, вы вообще реально понимаете, что там больше волнует именно формат финансовой отчетности и совершенно практически не волнует программная часть или волнует только с точки зрения того, не настолько вы достигаете каких-то результатов, сколько, а как это формально должно быть оформлено. Но эти вещи нужно учитывать. Это некоторый подход, потому что это больше функций контроля у государства, и поэтому это вы должны учитывать в той деятельности, если вы ее ведете в рамках государственного финансирования. Что здесь еще тоже нужно учитывать? Очень часто, ну и мы имеем такую практику, когда государственный орган снижает бюджет, например, в субсидиях, то очень часто забывают при этом, условно говоря, изменить и некоторые показатели, которые должны быть достигнуты в рамках выполнения грантополучателем каких-то мероприятий или вообще в выполнении какого-то проекта. Это нужно обязательно отслеживать, и в том числе, если вы организуете конкурс, если вы снижаете бюджет, должны быть пересмотрены и согласованы с грантополучателем эти показатели. Значит, что еще важно, когда вы организуете именно сам конкурс и фактически организуете проверку или сборы программной и финансовой отчетности. Вы должны, скажем так, если говорить очень просто, финансовую часть всегда проверяет бухгалтерия. И почему-то в последнее время принята такая практика, что в первую очередь проверяется почему-то именно финансовая часть. И вот то, что я написала, что прерогатива идет за выполнение финансового плана. Но все-таки мы должны действительно понимать, что все-таки мы поддержали проект не именно для того, чтобы он правильно, целевым образом потратил деньги. Он должен целевым образом потратить деньги для достижения определенного результата. Поэтому, когда вы организуете конкурс, в первую очередь я просила бы вас организовать проверку и сбор информации и проверять именно программную часть. Вообще-то, обычно программную часть должен проверять менеджер, специалист, гранд-менеджер. И только после этого он мог бы в соответствии с достигнутыми показателями выполненными мероприятиями передавать эту информацию в финансовый отдел, финансовому специалисту, бухгалтеру, который уже будет проверять выполнение именно финансовой отчетности. Это гораздо более правильный подход. И, соответственно, это говорит именно за то, что когда вы больше отслеживаете, именно чтобы грантополучатель достиг определенных показателей. Что, опять же, еще важно отметить при государственном финансировании. И уже была, ну, например, в Новосибирской области такая практика. Ситуация была следующая. Проект выполнялся, но значит, деньги тратились, и люди выполнили определенные мероприятия. но недовыполнили часть других мероприятий и, соответственно, не достигли результатов проекта. Так вот, они предполагали, что они могут вернуть остаток средств. Однако, когда юристы посмотрели договор, то они пришли к заключению, что эта организация в силу того, что она не достигла определенных показателей, она должна вернуть средства в полном объеме. Поэтому здесь нужно быть как очень внимательными за выполнение, ну, вернее, отслеживать выполнение, программное выполнение проекта, и вы должны чутко понимать, что вы закладываете в договор. Действительно ли это будет остаток средств, например, связанных просто с экономией, вот, ну, тех средств, которые были выданы гранд-получателю, или вы действительно в связи с тем, что организация в принципе недовыполнила какие-то показатели, будете требовать возврата средств и считать полностью все средства, потраченные нецелевым образом. Вот это очень важный момент. Значит, что еще важно? В зависимости от того, когда вы администрируете конкурс, например, выступаете в этой ипостаси, вы, если с вами заключили именно договор пожертвование, то тогда, соответственно, вы обращаете внимание именно на те вещи, про которые я вот говорила перед этим. Но у вас может быть с вами заключен контракт на выполнение определенных услуг по администрированию этого конкурса. Здесь вы в любом случае тоже должны учитывать именно то, что вы должны документально подтвердить те показатели, которые вы заложили в этом договоре и четко отслеживать те положения договора, которые были заявлены. Здесь фактически нет возможности поменять показатели и нет возможности даже менять некоторые подходы или менять особо календарный план. Все должно, особенно это касается государственных контрактов, и поэтому здесь вы должны четко соблюдать, и, например, даже мы столкнулись с такой ситуацией, что если с вами заключен контракт, и вы должны, например, в рамках администрирования обучить определенное количество гранта заявителей будущих, то вы должны показать именно то количество, которое было заявлено в контракте. Если при целевом использовании мы очень часто стремимся к тому, чтобы перевыполнить определенные показатели, то здесь я не советовала бы вам эти показатели превышать. Мы даже столкнулись именно с тем, что нам нужно было обучить 140 человек, мы обучили 155, но если честно, мы в отчете показали, что мы обучили 140. Это связано особенно для государственных контрактов именно с тем, что если вы покажете большее количество, то в следующий раз сумма например на 140 обучаемых должна быть снижена, то есть стоимость на одного так сказать на единицу вот этой услуги она должна быть снижена или в следующий раз вам должны на сумму например такую же контракт должны будут заявить, что вы должны обучить например не 140 а 155 человек. Вот или соответственно должны будут в принципе заплатить может даже меньше. поэтому здесь очень важно вот эти вещи отслеживать и я говорю при целевом использовании у нас тоже есть очень большое такое желание всегда показать, что мы сделали больше или у грандополучателей спросить, что же они еще сделали больше. Так вот я бы все-таки считала, что нужно быть более аккуратными и соответственно даже здесь не стремиться к таким вещам. А уж при заключении контракта вообще тем более этого не делать. Значит это вот такая вот некоторая специфика из ну как бы и нужно обязательно смотреть еще раз остановить на том, что должно быть четкое соответствие программных программ и финансовой отчетности и программной отчетности вы должны уделять ну может быть даже большее внимание, чем финансы. Потому что именно она обеспечивает и показывает достигнут или те результаты которые вообще предполагались именно и особенно если вы поддержали какой-то проект. Хотя понятно, что наше российское законодательство требует при целевом использовании именно больше подтверждения именно финансовой. Но мы должны понимать, что целевое использование средств это в том числе и выполнение и достижение тех программных показателей, которые были заложены в проекте и в том числе и в том случае, когда вы отчитываетесь тоже перед своим донором. Итак, сейчас мы немножко остановимся на том, что как все-таки готовиться чисто технически на некоторых технических аспектах подготовки программной отчетности. Для того, чтобы в принципе вся отчетность хорошо представлялась и естественно все это должно быть указано в договоре. Должны быть четко указаны сроки, так же как в отношении финансовой отчетности. Должен быть обязательно подготовлен и сделан формат, потому что очень часто с чем сталкиваются грантополучатели. в договоре указали, что представляется программная финансовая отчетность. В общем, условно говоря, особенно по программной части очень часто говорят, программная часть в свободном виде. Так вот, конечно, таких вещей не должно быть, и когда вы уже готовите конкурс, и если вы его проводите, вы должны четко понимать, в каком формате вы будете собирать от своих грантополучателей эту отчетность. Это также важно еще, потому что когда мы немножко остановимся на этом позже. Значит, если все-таки вы закладываете возможность именно особенно при целевом финансировании изменения календарного плана программы или проекта, ваши грантополучатели должны быть об этом извещены и должна быть четко подготовлена, должна быть четкая процедура, и вы должны четко понимать, как согласуются какие-то изменения в программе или в проекте, как для ваших грантополучателей, так и в том числе при ваших взаимоотношениях с донором. То есть вы должны предупредить ваших грантополучателей, каким образом, в какие сроки это согласуется, что эти все согласования и изменения должны происходить не за одним числом, а заведомо и по какой процедуре. То есть особенно здесь важно, например, в том числе для себя закрепить некоторую обязанность в течение какого периода вы должны согласовать с вашим грантополучателем эти изменения, потому что для него это действительно будет крайне важно и здесь все-таки нужно опираться именно на то, что грантополучатель на месте реализует проект, ему очень важно достаточно быстрое согласование, а не так, что вам прислал грантополучатель за месяц и просит согласовать определенные изменения, ну, вы этот месяц и тянете, и вы думаете, потому что вы заняты, у вас не он один, так вот, это не очень правильный подход, и вы действительно должны здесь больше опираться на потребности ваших грантополучателей. Значит, что бывает здесь еще важно заложить в программной отчетности, и это тоже нужно и желательно сразу предусмотреть, это именно то, что грантополучатель чаще всего отчитывается перед вами за те показатели, за те мероприятия, которые проводит он, и за те показатели, которые хочет достичь он. Но вы отчитываясь перед вашим донором, вы тоже отчитываетесь по определенным показателям. И сейчас это очень характерно именно или отчитываетесь по своей программе, собираете определенную информацию. Сейчас это очень характерно для государственных программ поддержки СОНКО. то есть в сам отчет должны быть включены и те показатели, которые может быть не важны для вашего грантополучателя, но очень важны например для донора. То есть про что я говорю, конкретный пример. Если у нас федерация собирает такие показатели, как количество вновь созданных рабочих мест или количество работающих в рамках проекта. Потом например показатель именно привлеченных добровольцев. Хотя в проекте сам грантополучатель может не стремиться к тому, чтобы привлекать добровольцев. У него такого показателя может в принципе не быть. Но если это важно для донора или для именно для того, кто дает вам средства, когда вы организуете конкурс, или это важно для вашей программной деятельности, конечно, вы эти показатели можете и должны включить в формат программной отчетности, но вы должны об этом предупредить грантополучателя заранее, чтобы потом у нас не возникла такой ситуации, что он фактически не может или документально подтвердить эти показатели, или он вообще не может собрать в принципе эту информацию. То есть все, условно говоря, нужно и желательно договориться на берегу. Я, конечно, понимаю, что ситуации бывают разные, но когда вы все-таки просите грантополучателя дать вам потом, например, дополнительную информацию, вы должны понимать, есть ли у него возможность вообще такую информацию собрать. Или именно то, что если такой возможности нет, то информация будет недостоверна, и вам вообще, по идее, ее нужно будет перепроверять. Значит, ну, все-таки такие ситуации бывают, и здесь моя позиция немножко такая двоякта. Я знаю, что государство, особенно сейчас, оно вообще считает, что с юридической точки зрения, если они не потребовали эту информацию у грантополучателя, по договору, ну, то есть это не отражено в договоре, то по идее грантополучатель, конечно, может отказать. Ну, вот, сама, будучи грантополучателем, или выступая именно как администратор, например, конкурса, вообще, мы реально понимаем, что если мы можем собрать такую информацию, и донор обратился к нам, то, в общем, независимо от того, что это не было отражено в договоре, если у нас такая возможность есть собрать такую информацию, ее предоставить, вообще, это нужно делать, потому что, ну, нужно все-таки относиться к своим донорам, понимая именно тем, что вы, помогая им осуществлять определенные процедуры, вы фактически готовите себе некоторое будущее, и именно такая помощь донору, она, в общем, может способствовать тому, что вы в дальнейшем будете привлекать эти средства. Вот. Значит, что здесь еще очень важно, это такие моменты, которые особенно сейчас важны, это четкое соблюдение, во-первых, в сборе информации и в таких технических вещах, это я хочу сказать о соблюдении закона о персональных данных. Поэтому обратите внимание и давайте примерные форумы отчетности для ваших грандополучателей именно с точки зрения, особенно по мероприятиям, по участникам мероприятия, это именно с тем, чтобы они тоже учите, чтобы они знали, как они должны соблюдать законы о персональных данных. Вот. И разрабатывайте вместе с ними вот эти примерные формы, когда они особенно отчитываются за участников мероприятий, учите их обязательно регистрировать, давайте им консультации. И четко в общем понимайте, что вы, что сам процесс фактически взаимодействия с грандополучателем должен усиливать их возможности потом отчитаться гораздо лучше отчитаться перед вами. То есть не просто условно говоря ваше взаимодействие с грандополучателем должно приводить именно к тому не просто соблюдению формальных требований, но и тому, чтобы повышались возможности ваших грандополучателей потом отчитываться не только перед вами, но и перед другими донорами, и чтобы формировались определенные системы в организации. четко нужно понимать именно то, каким образом грандополучатели, да и вы в том числе, будете представлять донору именно достижение качественных показателей. По количественным сейчас это все не очень сложно, то есть все более-менее имеют представление о том, как отчитаться за количество проведенных мероприятий, количество участников, но как фактически вы достигаете качественных показателей. Кроме того, что это необходимо, чтобы грандополучатель прописывал заявки, вы должны и своему грандополучателю фактически объяснить, каким образом вы будете верить ему, что он этих качественных показателей достиг. Конечно, здесь идет речь о том, просто говорила Наталья Тюшкевич в своем семинаре, то есть у нас есть output, то есть это прямые показатели, что вы обучили такое-то количество человек, или вы там, я не знаю, даже если вы когда выступаете как грандополучатель и отчитываетесь перед своим донором, вы там отчитываетесь, например, что вы раздали такое-то количество проектов. Но есть качественный показатель, например, outcome, который по крайней мере покажет, что или такое-то количество участников были удовлетворены полученными знаниями, или такое-то количество например, выданных вами проектов, достигли определенных показателей, то есть вы должны понимать четко, каким образом вы или ваши грандополучатели будут отчитываться за достижение качественных показателей. И эти вещи вообще чисто технически я, конечно, советовала бы вам или писать некоторые грандополучатели инструкции, есть по возможности проводить семинары с вашими грандополучателями, чтобы было более четкое понимание, что будет считаться достижением этих результатов или их доказательной базы. Тем более, что это будет приучать ваших грандополучателей фактически собирать определенную информацию и собирать информацию не просто о том, что они провели такое-то количество именно мероприятий, а именно собирать информацию о том эффекте, который достигается с помощью этих определенных мероприятий. Практически сейчас не характерно, но вот в программных отчетах чаще всего действительно стоят только отчетность по количественным результатам, по фактически именно тому, что сделали грандополучатели. Я все-таки советовала как для вашей личной отчетности, так и для ваших грандополучателей включать в формат программного отчета именно чтобы люди могли описать или незапланированные результаты, или трудности, с которыми они столкнулись. Во-первых, это будет заставлять их анализировать те проекты, которые они выполняли, и это будет служить очень хорошей основой для последующих действий этих организаций, или если это касается вас, то это будет касаться именно вас. Ну, например, даже если вы организуете конкурс, было бы очень неплохо даже лично для себя готовить, например, отчет, чтобы понимать, например, с какими трудностями вы столкнулись, чтобы это в дальнейшем помогло вам спланировать свою деятельность именно таким образом, чтобы этих трудностей избегать, какие умники вы получили, и, может быть, в том числе какие незапланированные результаты, или к чему ваши мероприятия вдруг привели к тем неожиданным результатам, которые вы не ожидали. Ну, например, если вы организуете все-таки конкурс, почему, например, произошло так, что вы получили или очень мало заявок, или, например, слишком много. То есть в чем вы ошиблись с конкурсом? Здесь тогда нужно, конечно, возвращаться, наверное, к тем вебинарам, которые касались как донести информацию до кнута, или как оценить проекты, или как вообще сформулировать те направления конкурса, которые были вами заявлены. Но здесь нужно для себя четко кроме того, что проговаривать, я бы советовала готовить для себя отчет для того, чтобы фактически потом можно было обращаться к этому отчету и смотреть, что же было важным и какие уроки вы извлекли из тех проектов и приучать к этому ваших гранд-получателей. гранд-получателей. Значит, ну и наверное еще такие важные моменты, которые с которыми мы всегда сталкиваемся, это разделение результатов перед разными донорами. Вы должны четко учить своих гранд-получателей, когда вы организуете конкурс, и проговаривать с ними эти вещи, что в отчетность они не должны, особенно если они на какое-то мероприятие привлекают средства из разных источников, они должны четко делить эти результаты и понимать за какие результаты они будут отчитываться одному и другому донору. То же самое и вы. мы конечно сейчас при таких ограниченных источниках многие стараются подключить действительно средства от разных доноров и фактически сделать определенный проект или даже провести просто мероприятие за счет разных источников и так соединить все как пазлы. То есть вот это финансирование. Но и организации и вы должны четко задавать вопросы именно может быть это лучше даже делать заранее когда поступает заявка или когда вы обнаруживаете что организация привлекает на проект средства из разных источников запросить грантополучателя и самим хорошо понимать если у вас такая же ситуация как вы будете за какой результат вы будете отчитывать перед разными донорами если это даже количественные показатели то например вы привлекли средства или ваш грант получатель привлек средства из разных источников от вас и от другого например донора это позволило ему увеличить количество тех кому он оказал определенные услуги значит здесь должно быть четкое разделение количественных результатов условно говоря ну или если даже вы привлекли на конкурс средства из разных источников вы должны четко понимать что вот эта деятельность которую там или вы поддержали такое-то количество проектов за счет одного источника а за счет другого источника вы например я не знаю закрыли административные издержки на администрирование там грантового конкурса и поддержали такое-то количество проектов значит очень часто сейчас возникает вопрос о включении в отчет деятельности за счет дополнительных источников и в том числе за счет собственных средств вот здесь особенно это очень важно при проведении государственных конкурсов почти все конкурсы которые сейчас проводятся за счет бюджетных средств они включают что организация должна привлечь дополнительные источники 15 а кто 25% просит кто-то даже просит именно финансовое значит обеспечение этого проекта но при этом мы честно говоря балуем своих грант получателей именно тем что потом мы никто не спрашиваем с них за это отчет так вот я считаю что если по крайней мере по финансовой отчетности вы не хотите получать копии отчетных документов по крайней мере в программной отчетности должно быть отражено что было сделано за счет этих дополнительных источников и может быть обязательно должен быть включен программный отчет этот раздел на этот тоже нужно обращать внимание и если вы формируете конкурс именно таким образом что вы требуете с грантополучателей обязательно привлечения источников то вы должны попросить их хотя бы в описательной части их отчета указать что эти эта деятельность была проведена и дополнительные источники были привлечены поэтому не забывайте это делать значит еще то про что мы уже упоминали значит с чем сталкивается особенно сейчас поскольку очень много конкурсов которые проводятся за счет государственных средств ну конечно и при администрировании и вообще обнаруживаем что организации вообще практически не имеют опыта и не собирают информацию по своей деятельности но все-таки устойчивые организации чаще всего те которые получают уже более крупные субсидии которые ведут свою деятельность постоянно и претендуют на то что они фактически или оказывают постоянные услуги они у себя формируют именно систему сбора информации по результатам своей деятельности потому что делают их сотрудники поэтому такую деятельность нужно поощрять у организации может проводить дополнительное обучение именно о том когда не просто оценки мониторинга а именно как оценивать результаты деятельности организации что организация учитывает у себя и что она должна учитывать и каким образом она ведет учет и сбор этой информации ну про что я говорю например оказываются услуги соответственно ну здесь может быть больше стоит сказать именно о том когда вы являетесь администратором например конкурса да и вы у себя скорее всего у таких организаций когда вы являетесь администратором конкурса все равно есть у вас уже собственные системы когда вы учитываете и консультации которые вы оказываете там гранты заявителя потом обучающие мероприятия которые вы для них проводите и соответственно вы когда например здесь больше действительно касается когда вы сами выступаете администратором например конкурса организатором конкурса и отчитываете перед своим домом когда вы например получили средства на проведение конкурса вы должны посмотреть что с вас будет требовать донор в каком формате и те системы учета вашей деятельности которые в вашей организации существуют и если вам необходимо ну например добавлять какие-то показатели то их нужно добавлять соответственно сразу ну вот а что например остановимся на том же примере с фондом Тимченко в нашей организации каждый менеджер который оказывает консультацию он обязан по процедуре занести эту консультацию и мы фактически например и мы этим же показателем в том числе отчитываемся перед фондом Тимченко что мы оказали например какое-то количество консультаций и поэтому для нас вместить вот этот показатель очень просто просто мы сразу отмечаем что вот эта консультация была проведена в рамках конкурса Тимченко и в рамках проектов которые реализуются на средства фонда Тимченко но если фонд Тимченко просит с нас например сейчас информацию мониторинга статей или соответственно каких-то упоминаний в СМИ связанных с его конкурсом то нам пришлось вводить этот показатель дополнительно в деятельность организации и соответственно вводить дополнительную систему сбора информации именно по этому показать поэтому когда вы выступаете администратором конкурса или если вы просто являетесь кранкополучателем вы понимаете что вам придется по определенному формату по определенным показателям отчитываться перед вашим донором вы должны понимать как вживить эту систему в ту систему которая у вас существует еще раз повторю что я бы советовала для ваших грантополучателей проводить может быть определенные специально обучающие мероприятия которые будут связаны с тем как они будут учитывать результаты этой деятельности вернее своей деятельности и это является очень хорошим подспорьем для того чтобы потом привлекать последующие финансировки как лично для вас как организатора конкурса так и для ваших грантополучателей поэтому мотивировать грантополучателей конечно можно и именно этим обещанием опять же то что про что говорила Наталья Тюшкевич про мониторинг про сбор информации то есть когда вы опять же собираете или ваши грантополучатели собирают информацию по качественным показателям проводят например мониторинг анкетирования своих там блогополучателей они могут соответствующим образом это может потом служить доказательной базой или выявлять определенную проблематику для того чтобы формулировать последующий проект то же самое ну как бы и для вас когда вы являетесь ну например администратором конкурса то есть если вы понимаете например что у вас администрирование или потребность там ну заявок например очень много и вы проанализировали конкурс вы можете все-таки ставить там вопрос перед донором то что вам требуется дополнительное финансирование именно для грантополучателей для конкурса потому что потребность ну крайне высока вот здесь можно опять же приводить в пример конкурс Тимченко и его конкурсы как по пожилым так и по культурной мозаике потому что заинтересованность такая у этой целевой группы что в общем ну как бы мы действительно как администратор конкурса мы все-таки обращаем внимание того же фонда что эти темы крайне актуальны это финансирование настолько востребовано что мы просим рассмотреть донора возможность соответственно выделять финансирование в большем большем объеме или проводить еще определенные какие-то действия чтобы скажем внести некоторые изменения в данную в данную ну как в поддержку данных тем или направлении деятельности вот наверное те определенные важные моменты по некоторым результатам я еще раз действительно хочу остановиться именно на последних вещах что формируйте у ваших грандополучателей и у себя вводите культуру мониторинга оценки сбора информации именно своих результатов пытайтесь в том числе возможности формулировать и ваше как бы влияние оценивать это влияние ну совершенно точно занимайтесь сбором информации прямых результатов и качества тех результатов которых вы достигаете вот наверное все на если есть вопросы то я пожалуйста я прошу вот хотя задаю такой вопрос значит о государственной программе края по поддержке СОНКО показатели по конкурсам всегда выше плановых причем значительно в частности по приросту охвата населения социальными проектами тут и объективные проблемы с планированием в частности довольно сложно предусмотреть какие именно будут проекты может быть большой информационный охват или массовыми мероприятиями что лучше формулировать реально достигнутые какие показатели лучше показывать реальные достигнутые приближая их планом или приближать их планом мне кажется что здесь Татьяна Булатовна ситуация следующая я бы советовала пока оставлять не очень завышать эти показатели потому что все-таки мне кажется что накоплен не самый еще пока большой опыт именно связан с двумя аспектами во-первых я не очень доверяю тому что наши гранд или ваши грандополучатели отражают ну как бы в тех показателях которые они вам представляют то есть массовый охват здесь важно если мы включаем практику именно того что организация может и должна документально подтвердить что было такое-то например количество охваченных тогда может быть со временем вы должны повышать вот эти плановые показатели вот а и нужно посмотреть определенную все-таки динамику за несколько лет то есть после поистечения там может быть 5 лет уже стоило бы смотреть именно те показатели которые бывают потому что может быть это действительно связано именно с тем что или я говорю грандополучатели не всегда скажем умеют правильно отчитаться то есть реальными результатами или происходит поддержка именно действительно не проектов которые связаны с определенными качественными изменениями а проектов которые ориентированы просто на массовость вот ну я считаю что в ваших показателях лучше пока опираться на те примерные плановые показатели которые закладывались или вы имели некоторое представление нужно посмотреть этих динамик и вот это вот знаете еще есть психологический аспект что прошлом общем немножко упоминали что при целевом использовании мы все стремимся перевыполнить почему-то показатели вот а мне кажется что все-таки индикаторы мы разрабатываем именно для того чтобы понять динамику и понять почему мы если что не достигли этих планов показать а если вот тоже слишком большой мы должны просто попытаться оценить и понять почему происходит такая вещь ну вот наверное такое мнение спасибо коллеги если больше вопросов нет то вам спасибо за то что послушали если будут еще какие-то вопросы еще раз напоминаю что вы можете обратиться в гарант и если надо мне будут эти вопросы тоже до свидания